Всем привет! Сегодня у нас видео косметическое. Покажу новые средства и то, что у меня заканчивается, чтобы я вам хотела порекомендовать и рассказать о своих покупках из последнего. В основном сегодня все про волосы, только одно средство для лица. Давайте я с него и начну. У меня заканчивается вот такая умывалка от Peore. Oil Control это для жирной кожи, склонной к жирности. Control Sebum и пенка для умывания. О, тут все по-русски, кстати, наклейка есть. 130 мл, и она очень густая. Мне вообще у Peore очищение очень нравится. Здесь, в Турции, это можно купить, знаете, в Инстаграме всякие странички корейской косметики. Девчонки распространяют, привозят. Это все есть. Можете еще погуглить в Триндиоле какому-нибудь, заказать там тоже. Они, это же их странички, они то, что там в Триндиоле продают. В общем, найти это не проблема. Именно вот это мне нравится. Она не пересушивает кожу. Идеально до скрипа все хорошо вычищает, и кожа от этого не сухая. Это очень приятно. Я прям очень-очень сильно довольна. Я с удовольствием, если бы она вот в магазине у меня здесь слегка в Стамбуле продавалась, я бы вышла и ее купила. Еще мне их пенка тоже нравится для умывания. Без проблем повторила. Но так как это заказывает, заморачивается, у меня еще куча всяких уходовых очищающих средств лежит всяких на пробу. И фреш у меня есть, там много чего. Еще скульпбьюти когда-то там тысячу лет назад заказанное, не пробованное. В общем, это то средство, к которому я с удовольствием вернусь. И я вам прям советую. Ни покраснений, ни приятного запаха нет. Все такое нежное, приятное. Ну, в Биоре вообще суперски. Мне ее очень нравится. Прям советую. Вот покупала. Я ее, кстати, в Стамбуле. Год назад, наверное. У меня тут еще ценник, если 190 лир она тогда стоила. Сейчас не знаю сколько. Давайте тогда с сухих шампуней. Вообще беда. Какое-то время я вам рассказывала. Пропали шампуни сухие Батист. Я его обожаю. Мне больше всего Батист подходит. Я вам вроде рассказывала. Это XXL, который розовый для объема Volume. И еще один мне нравится. Ну, не супер нравится, но можно. Который оригинальный, не фруктовый. Там кокосовый или еще там розовый какой-то. Обычный, классический, скажем так. Но больше всего объем вот такой. XXL. У него крышка изменилась, округлая стала. Здесь у нас стандартный объем. Это большая бутылка. Сколько тут миллилитров-то? Не написано. А, вот 200 миллилитров. Вот здесь написано спереди. То есть немаленький формат. Они обратно появились. Наконец-то вернулись на полки. В Гратисе продаются. И я там попал на акцию. По карточке Гратисовской. Там за 100 лир, короче, флакончик. Это очень дешево. Потому что я еще летом их в Росмане покупала. Типа там по 60, по 70 они были. На скидке. Там уже по 120 у них ценник было. Это за сотку, короче. Сейчас. Улучшена вот эта формула новая. С круглой крышкой. Но пока я его искала, я нашла вот этот год to be. Сейчас про них расскажу. В общем. Это моя любовь. Расскажу секретик. Все не распокупайте. То есть в Гратисе они есть в наличии. Но не всегда, кстати. Когда завезут, когда нет. Бывает, часто захожу и там пустая полка. То есть условно, я когда прохожу пиво Гратиса на пути, я всегда зайду и посмотрю, так есть. Если есть, я всегда покупаю в запасе. Чтобы вы знали, у меня сейчас в косметическом столе пять флаконов таких лежит. То есть, ну это, короче, просто это год to be. У меня когда-то он раньше был. Он, кстати, недорогой. Там я на Триндиоле это купила. Он в парфюмированных магазинах всяких вот этих там косметических масс-маркетов продается. Не проблема вообще найти. Ну, мне на глаза попало еще очень много. Я даже кухонную всякую тварь на Триндиоле покупаю. Даже в магазины кухонные редко захожу за чем-то красивым. Я люблю в Караджа сходить или по Шабахче. Какие-то тарелочки, что-то там, кружечки красивые для кофе. Окей, вообще не про посуду же у нас. Ну, окей, короче, вы поняли. Ну, короче, все в интернете покупаю. Так вот, заказала две штуки. Не помните, за 150 лир, наверное, стоили. Не очень. Упс. Потому что, видите, тут все, он плюется. Видите, все белое. Отвратительно в этой пудре жидкой. Вот даже сейчас руки я замазала. Пахнет так себе. Он пахнет вообще цитрусом. Каким-то химическим апельсином. У меня, я помню, когда я была беременная, он у меня был. Я один раз покупала. Ну, как сказать, я не смогла из-за токсикоза им пользоваться. У меня уж на тот момент токсикоза не было. Но вот это воня апельсина. Хотя я люблю цитрусовые. Тут даже, кстати, а нет, сердечко, я думаю, апельсин какой-то. Ну, короче, это тяжелая артиллерия. Не всем вообще понравится этот запах. Он очень долго держится в течение дня на волосах. Или я под дождь недавно попала, у меня волосы начали им пахнуть. Потому что я им попользовалась, до этого пшикнула. Ну, короче, да пользуюсь. Если бы не было прям вообще ничего, я бы, наверное, тоже не стала пользоваться. Пользоваться, если честно. Такой себе. Но почему я его купила? Потому что я на iRecommend нагуглила, что это самая близкая альтернатива к батисту. Что прям очень похож. Ну, честно скажу, по пудре похож. По запаху нет. Плюется. Такое себе. Батист, конечно, лучше в разы. Но если по количеству пудры выплевывай ему, им на волосы, то может быть и похож. Потому что есть всякие другие в масс-маркете, в том же там в Адсенсе и в Градисе сухие шампуни. Они обычные в России, такие там Псиос, например, да. Там вообще ощущение, что этой пудры как будто нет. Ну, они меня лично вообще никакого объема ничего не держат. Там прям на мой тип волос они не подходят. Короче, такой себе дополюс. Еще второй флакон теперь есть. Два купила, молодец. Купила новый уход для волос. Это у меня Керастаз серия у нас. Резистенса для тонких, для объема волос. Шампунь и, как я думала, бальзам-ополаскиватель. Ну, как тут написано, как бы, да. Тут написано, что это... Так, это все. Это, кстати, из Франции. Покупала в интернете. Тут наклеечка только маленькая на турецком. В общем, тут написано на турецком. Короче, для увлажнения волос улучшает расчесывание. Типа, и все такое проще. Я тогда подумала. Хо, ну, наверное, бальзам-ополаскиватель, короче. Да, в описании бальзам. Вот, бальзам написано, но не ополаскиватель. Я не прочитала то, что несмываемый бальзам-ополаскиватель. То есть, это не простой после шампуня бальзам, который мы используем. А уже после бальзама бальзам несмываемый. Короче, термозащита, на самом деле. Что у нас здесь? Шампунь очень нравится. Крутой. Аромат сейчас, я уже не помню. Немножко такой легкий косметический цитрусовый. Приятный. Хоть его и 250 мл. Я маленький купила на пробу. Именно серию вообще первый раз ее делала. Решила, что он мне может подойдет. Классный шампунь. Хорошо моет, вымывает. Надо реально маленькую капелюшку. Очень сильно пенится. Хорошо. Знаете, ощущение добротного, люксового шампуня. Очень мне нравится. Шампунь на уровне с Davinos. Мне Davinos очень подошли. Я вот сейчас хочу все-таки обыдеть сделать и Davinos еще себе заказать. Мне закончится шампунь. Другую линейку какую-нибудь в них поищу. Но, кстати, бальзамополаскиватель от Davinos не какущий. Как и там за 3 копейки в супермаркете обычном, масс-маркете косметическом, так и Davinos. То есть маски супер, шампуни супер, всякие спреи, уходы супер. Бальзамополаскиватель не какущий. То есть ничего супер не было. Так что вот этой серии именно Resistence у них есть маска, у них есть вот эта термозащита бальзам. И еще какие-то там вроде капли есть, типа масла для кончиков волос вроде бы. Даже может и нету в этой линейке. Шампунь классный, советую. Ну, никакого там объема он, конечно, не делает, но моет хорошо. Волосы супер, претензий никаких нет. Что касаемо этой штуки. Эта штука тоже хорошая. Я ее не жалею, что купила, но это не бальзамополаскиватель. Это просто несмываемый бальзам, типа тоник его еще называют. Это нечто очень невесомое. Минимум каких-то силиконов, я бы сказала, просто белая такая субстанция, немножко кремовая. Ее реально много, потому что она быстро впивается в волосы, просто распровел, и на руках уже ничего не осталось. Ощущение тяжести силиконов, ничего нет. Это божественно, очень приятный аромат, такой же, как и у шампуня. Я не скажу, что эта штука способствует расчесыванию волос, но это очень приятная термозащита. Волосы от нее не скрипят, не тянутся, не ломаются, как-то не рвутся. У меня такая история тоже бывает от некоторых средств неприятных. В общем, приятно пользоваться, хорошая штука, но по факту не супер нужная. Если бы я нашла, например, еще у них был бы в серии не маска, мне вот маски мало. Мне надо, чтобы был шампунь, бальзам-ополаскиватель и вот такое какое-то средство для расчесывания, потом термозащита окей подходит. Выпадает звено про бальзам-ополаскиватель, который надо смывать. Маска, да, есть в серии, но маску ты каждый день наносить, каждый раз, когда точнее можешь, да, тоже не будешь. Волосы пережирнятся, это еще серия, не забываем, резистенс. Короче, маска как бы хорошая тоже, я ее уже не стала заказывать, у меня еще от Davines есть. Она меня абсолютно устраивает, ну такое себе, короче. Разочаровашка небольшая, что это не то средство, которое я наделась. Я пользуюсь, мне нравится, тоже рекомендую. Кто ищет термозащиту легкую, не скрипящую, не жирную для волос, вау, вообще супер, пожалуйста. Поэтому я нашла еще новое средство у меня здесь. Это уже кондиционер-ополаскиватель, да, который надо смывать. Это у меня Джон Фрида. На самом деле я пошла в обычный магазин косметический, типа, это был Ватсонс. Ой, вру, даже, это был Мигрос, обычный продуктовый, там я купила. И купила бальзам-ополаскиватель-кондиционер. Вот этот розовый, Vibrant Shine, не очень, мне нравится хрень какая-то, честно говоря. Я вообще не чувствую его на волосах, ну такое себе. Но супер... Другого просто не было, когда я покупала. Но супер-классный, голубого оттенка для тонких волос у них, для объема, волюм-объем серия. Присмотритесь, такой только голубой. Суперский. Он реально классно работает на уровне, как у Davinos. Только, внимание, со скидками, со всякими там по акции. Это стоило 100 лир, а Davinos 400 или 500. Это было давно, несколько месяцев назад. А сейчас у нас инфляция, и, возможно, это еще дороже. То есть, как бы, минимум в 4 раза дороже. Абсолютно одинаково работают. Поэтому я пришла к мнению. Я закажу шампунь от Davinos. Маска Davinos. А ополаскиватель, кондиционер у меня будет вот обычный Джон Фрида с супермаркета. Но не этот розовый, а голубенький. Он просто замечательно работает. Прям такой жирненький, весоменький, суперский. Волосы от него очень классно, кстати, расчесываются. Мне очень-очень понравилось. Он, кстати, всегда распродан. Его трудно, кстати, найти. Поэтому я тогда розовый этот купила. Ну, повторять больше не буду. Просто на полках вообще ничего не было. Был только еще для желтых волос. Потому что я уж не стала там синенькую какую-то покупать. Купила вот эту. Ну, короче, такое себе не советую. Чем мне не нравится? У меня ощущение, что от него волосы стали более желтыми. Он как-то синевую вот эту, скажем так, холодность с волос выедает, убирает. Волосы блестеть не стали. Супер как-то у него умягчает волосы. Они лучше от этого не расчесываются. Такой реальной работы этого средства я не увидела. Всякие другие там, допустим, Head and Shoulders назовем. Там еще какие-то. Hairble, Merble какие-нибудь. То же самое. Мне ничем не лучше. Гораздо дешевле, чем он. Именно вот эту розовую не советую. Вот такие у меня новинки из уходовой последней косметики. Что у вас новенького интересного? Что посоветуете? Что вы, как бы, может, новенькое для себя открыли? Какое-то средство? Я с удовольствием бы тоже почитала. Там погуглила. Люблю посидеть вечером, когда у меня свободное время. Посидеть там. Ага, вот эти вот парфюмы такой-то у него состав. Может быть, купить какие-то средства для волос или там для косметику какую-то. Там вот, кстати, у Fenty Beauty новая у Рианы тушь вышла. Объемная. Думаю, попробовать что-то купить. У меня просто тушь есть, которую я пользуюсь. Как закончится, надо будет заказать. Вроде бы там на фотках, в рекламе там прям такие ресницы. Что надо бы. Заинтересовало. Короче, я попробовала. Пишите ваши комментарии. В инфобоксе моя почта. Кому нужна психологическая консультация, пожалуйста, пишите. Обращайтесь. С радостью отвечу. И также в инфобоксе, телеграм-канал. Подписывайтесь. Свежими новостями Турции. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok